Жители Ленского района никогда не забудут май многострадального 2001 года, когда остались наедине с разрушительной силой стихии. Ее беспощадность поразила даже старожилов, ранее не знавших такого наводнения. Река сметала на своем пути все. В зону чрезвычайной ситуации попали город Ленск, поселки Батамай, Салдыкель, Южная Нюя, Натора, Турукта. Численность населения, подвергшегося затоплению, составила более 31 тысячи. Говорят, что с годами все трудные периоды в жизни забываются. Но вряд ли с этим согласятся люди, ставшие очевидцами и участниками Ленского наводнения. Это один из тех моментов, которые невозможно забыть. Как невозможно забыть сочувствие и помощь всей страны в тяжелый период восстановления. Примером подлинного сопереживания стала поддержка людей, приехавших на помощь ленчанам. Еще более удивительной и неправдоподобной показалась весть о том, что в Ленск собирается приехать лично президент России Владимир Владимирович Путин. Люди до последнего момента не верили, что такое может произойти. Владимир Путин посетил Ленск 24 мая 2001 года. Тогда впервые. О его втором визите на пострадавшую землю даже не помышляли. В этот исторический для города день произошло событие, о подлинной значимости которого в текущий момент никто не задумывался. А по большому счету случилось вот что. Народ поверил в президента, в данное им слово. Ленчане увидели президента рядом, на площади родного города, в минуты своей растерянности и беды. Встречая Владимира Владимировича, они говорили «Мы благодарны вам за сочувствие и просим помочь выжить и спасти город». Эта мольба о помощи была услышана. Владимир Путин в сопровождении члена федерального правительства еще по дороге из Мирного ознакомился с окрестностями и городом. У главы государства сложилось личное мнение о масштабах катастрофы и объемах предстоящей работы. Поэтому состоявшееся в администрации совещание носило предметный и конкретный характер. В разговоре с президентом участвовали глава района Виктор Самойлов, президент акционерной компании «Алроса» Вячеслав Штыров, президент Республики Сахая-Кутия Михаил Николаев и руководители российских министерств и ведомств. Совместно были рассмотрены возможные пути восстановления разрушенного наводнением хозяйства района, объектов социальной сферы и жилья, вопросов финансирования предстоящих работ по линии федеральных и республиканских источников, а также акционерной компании «Алроса». Тогда президент страны при подведении итогов совещания пообещал «Город нужен, городу быть, и все близлежащие регионы будут участвовать в его восстановлении. Помощь пострадавшему населению должна быть адресной и дойти до каждой семьи». В первую очередь речь шла об оказании оперативной помощи всем подстрадавшим от ЧАЭС. Был детально обсужден вопрос о вывозе на летний отдых детей из зоны бедствия. Невозможно было приступить к работе, не зная истинного размера и степени нанесенного ущерба. Для этого руководству республики было дано задание в течение двух недель провести обследование всех семей. Большой объем работы по выплатам пострадавшим семьям в зависимости от нанесенного ущерба был возложен на Министерство финансов России. Отдельной темой прошло обсуждение восстановления разрушенного жилья. Президент официально определил три источника финансирования – Российская Федерация, Республика Сахая-Якутия и компания «Алроса». Кроме того, колоссальный объем работ предстояло выполнить при восстановлении предприятий жилищно-коммунальной сферы, дорог, объектов здравоохранения, культуры, образования. На совещании прозвучали очень жесткие поручения членам правительства. Так был дан старт масштабной кампании под неофициальным названием «Ленску быть». А главным ее инициатором и координатором стал лично президент страны. Правительственная комиссия под руководством председателя Гостроя России Анвара Шамузафарова начала работать по всем фронтам. В кратчайшие сроки, сразу после выдачи населению жилищных сертификатов, была проработана схема строительства жилья для пострадавшего населения. Изысканы средства для единовременных выплат по ущербу. Стали выезжать на летний отдых ленские дети. Началось масштабное восстановление котельных, линий электропередач, трансформаторных подстанций, районных и внутригородских дорог, линий связи. Это стало приоритетным направлением в период РВР из-за сжатых, отведенных на это сроков. Не за горами было приближение холодов, а затем якутская зима. Больницы, школы и детские сады тоже не могли ждать. Позже, в июне, по объективным причинам, связанным с невыполнением графика запланированных работ, правительственную комиссию по ликвидации последствий наводнения в Якутии возглавил министр МЧС России Сергей Шойгу. С его приходом в Ленский район в ином качестве ужесточились требования ко всем исполнителям работ, от представителей правительственных кругов до рядовых рабочих. На одном из совещаний в местной администрации он сказал, к сожалению, потеряно много времени, но задача должна быть выполнена. С этого переломного момента вокруг Ленского района и внутри него закипела работа. В адрес строительных объектов потоком шли грузы. Был задействован железнодорожный, авиа- и автотранспорт, речные суда. За весь ремонтно-восстановительный период в Ленском районе работали тысячи строителей из разных уголков страны, СНГ и ближнего зарубежья. Было задействовано 22 домостроительных комбината из 11 субъектов Федерации. Потребовалось более тысячи железнодорожных вагонов и платформ, чтобы перевести их изделия в объеме полутора тысяч тонн. Рабочие руки были востребованы. Успехом строителей радовались все – и заказчики работ, и исполнители, и население. Так, квадрат за квадратом, метр за метром люди приближались к единой цели, поставленной президентом страны. Он решил не только лично оценить масштаб катастрофы в мае, но и лично убедиться в октябре, что ленчане не останутся без крыши над головой. Порядка 400 тысяч квадратных метров жилья было построено и отремонтировано за период ремонта восстановительных работ. Нормативные сроки выполнения такой программы – два года. В Ленском районе ее выполнили за 100 дней. Всего было освоено более 2 миллиардов рублей. Это стало трудовым подвигом, которого ранее не знала история. До своего второго приезда в Ленск Владимир Путин познакомился с ходом РВР 1 октября по телемосту Кремль-Ленск. Во время его проведения он поручил комиссии по приемке восстановительных объектов не прекращать работу, пока не посмотрит на нее собственными глазами, и заметил, что это случится в ближайшее время. Президент страны вновь сдержал свое слово. Он приехал к ленчанам 18 октября. За время его президентской деятельности это был небывалый случай, когда за такой небольшой отрезок времени президент Российской Федерации дважды побывал в маленьком провинциальном городке. Пожалуй, впервые в современной российской истории исполнительная власть с успехом завершила практическое дело, за которое взялась. В жесткие сроки восстановила город после небывалого наводнения. Понятно, что за 4 месяца далеко не все проблемы района нашли разрешение. Многое осталось на долю самих жителей и местной власти. Но главная задача – дать к зиме пострадавшим крышу над головой – выполнена. И она, безусловно, достойна людской благодарности президенту. Об этом и говорили Владимиру Путину, жители Новой Мурьи, городских микрорайонов Алроса и Северной. Президент осмотрел сельские и городские школы, разделил радость многочисленных новоселов, удивился оснащенности спортивного комплекса «Карат», подарил новому православному храму святителя Иннокентия икону Николая Чудотворца. В отремонтированной и сверкающей школе номер один, одной из старейших в республике, состоялось итоговое совещание с членами правительственной комиссии России по вопросам восстановления жилья, объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы. Подводя итоги совещания, Владимир Владимирович заметил, что работа выполнена в полном намеченном объеме, но это не значит, что все проблемы решены, хотя результат и достигнут. Владимир Путин выразил желание, чтобы премьер Ленска был положен в основу всей практики работы. По его мнению, победные реляции по поводу того, что сделано в Ленске, абсолютно недопустимы. Государство сделало то, что оно обязано было сделать для своих граждан. Эти слова как нельзя лучше характеризуют требовательную позицию президента к правительству страны и его доброе отношение, его человечность к своему народу. Именно на таких примерах, как Ленск, формируется в целом мнение россиян о заботе и внимании со стороны главы государства, поскольку они ценят не только деловые, но и душевные качества своего лидера. 120 дней показали, что в России есть президент и правительство, доказавшие в труднейших условиях, что они умеют управлять, организовывать и работать. На примере восстановленного Ленска было наглядно продемонстрировано, что и ГУССРОЙ, и МЧС выполняют свои задачи четко и профессионально. Но для того, чтобы весь механизм пришел в действие, нужно было твердое и грамотное решение главы государства. В период ремонта восстановительных работ свою огромную роль сыграли организаторский талант и жесткая требовательность Сергея Шойгу. Высокий профессионализм Валерия Рощупкина, тогда занимавшего должность заместителя председателя ГУССРОЯ России. И великая работоспособность Вячеслава Штырова, возглавлявшего компанию «Алроса». Они сумели создать систему управления, позволившую в сжатые сроки выполнить, казалось бы, непосильные задачи, сплотить трудовые коллективы из разных уголков страны и исполнить наказ главы государства. Действительно, Ленскому району повезло. Это большая удача в трудные минуты испытать на себе всенародную поддержку десятков городов России и зарубежья и истинную заботу своего правительства и президента. Субтитры создавал DimaTorzok